Поведение Жирика сегодня, по-моему, или вчера лишний раз доказывает, до какой степени все-таки он не политик, при том, что он такой бесполезная ископаемая, думская, и у него очень большой должен быть опыт, но он ничему не научился. Вот его эти сегодняшние танцы, его счастье, его радость по поводу того, что иностранные языки выведены, наконец, из обязательного курса, никакого ЕГЭ не будет, никаких экзаменов не будет, и, разумеется, все эти маленькие остолопы получают возможность иностранные языки не учить. И он совершенно счастлив, он кричит и танцует, что да, действительно, это пакость, которая никому не нужна. И, ты знаешь, есть такие существа, эфемероптеры. Эфемероптеры — это самые короткоживущие насекомые на свете, они живут от пяти до восьми часов, у них в геноме нет понятия того, которое есть у любого животного, понятия некоего будущего, неких последующих событий. Они вот так очень-очень экономно и очень интересно придуманы. То есть, если эфемероптера видит календарь, она не понимает, что это такое. И вот Жириновский своего рода эфемероптера, потому что он не понимает, что есть завтра, что режим рано или поздно, конечно, откинет копыта, и что останется огромное количество людей, которые, вероятно, возможно, будет разруха, возможно, ее не будет, но так или иначе откроется снова, ну, с поправкой на ковид, откроется мир, и всем этим сегодняшним детям будет возможно искать и получать работу во всем мире, в Америке, в Европе, в Китае. И все они к этому моменту, в общем, придут абсолютными неучами, потому что вот этот язык, который сейчас является обязательным условием жизни, они, в общем, будут опущенными и обреченными только мыть сортиры и чистить обувь где-нибудь на улицах. То есть это важнейшая история язык, ради которой стоило бы отменить любые литературы к чертовой матери, любые истории, любые физкультуры. Вот это самое главное, чему могла бы научить школа, сейчас, по сути дела, на официальном уровне отменено. Это такой спасательный круг языки, и этот спасательный круг разодран и выкинут. Это вот примерно как, вот это заявление Жирико, это примерно как, знаешь, закон об оружии есть в России, один из самых идиотских в мире. И он тоже придуман людьми, которые вот наслаждаются своими фуражками, которые необыкновенно кайфуют от того, какой у них везде порядок, разнарядок, сколько идиотских препон нужно преодолеть для того, чтобы завладеть паршивым каким-нибудь дробовичком. И они думают, что они с их порядком будут всегда, да? Но опять-таки берем момент крушения режима, берем момент крушения хаоса, когда огромное количество людей окажется перед лицом этого хаоса абсолютно безоружным. У бандюк и грабителей оружие будет. У нормальных людей, которым придется, возможно, защищать свои дома, никакого оружия не будет. И только потому, что сейчас вот этим эфемероптерам, которые исчисляют жизнь только вехами своей собственной карьеры, у них желание показать исключительную бюрократическую смекалку, исключительную жесткость, по сути дела они обрекают, не думая, им совершенно наплевать на население, обрекают это население на ограбление, изнасилование, на грабежи. Вот такая же история абсолютно. То есть они не понимают органически, что может быть что-то после них. Ты что-то хотела сказать, Лиза? Да, я хотела предложить заодно русский математику обязательно тоже отменить, чтобы можно было просто школу закончить, а дальше спокойно наслаждаться жизнью. Почему все эти сложности? Ну, русский, в общем, отменять рановато. Математику, ну, возможно, ее надо оставить тем, кто хочет заниматься математикой, потому что из-под палочной математика бессмысленна, и только фанаты, а они есть, и она того стоит, и вот пусть ею, как и биологии, всем пусть занимаются фанаты. Спасибо.